здравствуйте дорогие друзья с вами маша и вы на канале вкусно просто и доступно ну что ж как и обещала делюсь сегодня с вами рецептом приготовления хлеба на сыворотке все просто но я уверена что результат вас порадует вы будете просто в восторге берем сыворотку я ее слегка подогреваю но она не должна быть горячее нежели 35 градусов добавляю сюда дрожжи я использую свежие конечно же вы можете заменить и на сухие сухих дрожжей нужно использовать в 3 раза меньше отправляю сюда сахар и все перемешиваю до тех пор пока дрожжи полностью здесь не растворяться если вы не уверены в качестве дрожжей вы можете оставить эту смесь на 5-10 минут когда у вас образуется пенная шапка значит дрожжи у вас хорошие но я этого не делаю так знаю что дрожжи у меня свежие в просеянную муку я добавляю соль и отправляю сюда сыворотку с дрожжами и начинаем замешивать тесто точные пропорции я напишу как всегда в описании под этим видео перекладываем тесто на рабочую поверхность добавляем растительное масло и уже хорошо вымешиваем тесто благодаря растительному маслу мы сможем хорошо вымесить тесто и не забить его мукой тесто так вымешивается намного проще и конечно же она будет эластичные вот вы смотрите я вымешивала долго но она все-таки у меня еще не отлипает от рабочей поверхности это означает что нужно добавлять еще муку и я муку добавляю до тех пор пока тесто не начнет отлипать от рабочей поверхности смотрите она все-таки еще липкая но уже отливает это означает что тесто готово тарелку я смазываю растительным маслом и оставляю на час час двадцать тесто подходить смотрите у меня прошел ровно час тесто увеличилось уже больше чем два раза я его обминаю можно конечно же и в тарелке но я все-таки вымешиваю хорошо все на рабочей поверхности муку я уже больше не добавляю тесто уже начинает во время работы пузырится она очень хорошая оставляем еще на полчаса на второй подъем второй раз уже тесто подрастает намного быстрее я смазываю руки снова таки растительным маслом так будет намного удобнее формировать хлеб и вот смотрите тесто я уже не обминаю а вот так вот растягиваю по поверхности аккуратно вот таким вот образом формирую буханку хлеба вот так вот защипываю низ и начинаю вытягивать тесто к низу все благодаря этим действиям у нас получится корочка очень хрустящая и ароматная посмотрите тесто уже пузырится что означает что вас получится удачный хлеб я выпекаю и хлеб в кастрюле но кастрюле немножечко присыпала мукой накрываю и оставляю на минут 30-40 чтобы тесто подросло присыпаю мукой закрываю крышкой и отправляю все в духовку разогретую до 220 градусов но вначале я добавляю туда емкость с водой и выпекаю все полчаса закрытой крышкой через полчаса посмотрите как у нас хлеб подрос уже лопнул так красиво все смотрится просто вам не передать уменьшаю температуру до 200 градусов и выпекаю еще 15 минут и все аромат стоит уже на всю квартиру и мы не можем дождаться чтобы хлебушек остыл посмотрите какой он хрустящий я сразу же пока горячий он вынимаю из казанка охлаждаю все на решетке но обязательно накрываю полотенцем оставляя его полностью остыть у меня прошло три часа после того как я вынула хлеб из духовки и посмотрите какой он красивый я когда готовлю для себя выпекаю вот таких вот два хлеба в двух казанках он отлично сохраняется в холодильнике не крошится и долго остается свежим дрожжи в этом хлебе совершенно не ощущаются но очень вкусно в этот хлеб вы можете добавить абсолютно любые добавки что вам нравится все нарезаем и пробуем это очень вкусно рекомендую приготовить вам такой хлебушек я знаю что вы сейчас будете писать что это дрожжи все вредно но я еще и готовила хлеб на соде если вам интерес пишите в комментариях и я поделюсь с вами тоже рецептиком ну что ж друзья вот такой вот сегодня у меня простой но очень интересный рецепт если он вам понравился подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик до новых встреч на канале вкусно просто и доступно готовьте с любовью и будьте здоровы пока пока